Мы сейчас вам накидаем рецептиков. Ещё картошечка жареная, лучок, жир стекает. Главное — это не сжечь. Живот у меня бурлит уже с такой силой, что скоро... Майские шашлычки. Привет-привет! В эфире подкаст «Посидим, поговорим» в студии Евгений Михайлов и Катерина Куцова. Сегодня мы обсудим насущную тему, а именно шашлычки. Да, это самая актуальная тема в грядущие майские праздники. Для меня шашлыки — это всегда какая-то такая домашняя дачная обстановка. Думаю, что и эти майские праздники не станут исключением. И я проведу их в кругу семьи, на своей даче. Женя, как ты планируешь провести майские праздники? Ой, у нас с тобой планы в целом совпадают. Я тоже планирую провести их в кругу семьи на даче. Наконец-то я реализую свою цель — это поесть вкусного, свежеприготовленного шашлыка. У меня вот всегда майские праздники — это стабильный выезд на дачу. Он у меня еще и ассоциируется с какими-либо семейными праздниками. И в целом вот жду, как, наверное, любой житель нашей страны, просто чтобы съесть этого шашлыка, вот чтобы он прям-то ешь, у него жир по рукам стекает. Еще картошечка жареная, лучок. Так, все-все-все, хватит. Ты сейчас так вкусно рассказываешь, что я просто залью здесь все слюнями. Давай мы с тобой лучше поговорим на тему мангалов, шампуров и на чем все-таки круче готовить шашлык. Ой, знаешь, это на самом деле насущная тема, особенно в последних событиях, потому что весь шашлычный набор подорожал. Если мы выбираем новый мангал, то там еще есть множество-множество отличных аспектов, где нужно его обжарить и подготовить именно к тому состоянию, чтобы на нем было вкусно готовить мясо. И поэтому, сложно сказать, я люблю это классический шампур, классический мангал, классический уголь. Аккуратно насаживаем туда мясо и жарим, пока оно не стало приятным, вкусным и прям персик. Сидим, поговорим. Давайте я вам расскажу пару новых лайфхаков, которых вы точно могли не знать. Тоша, первый лайфхак – это протереть решетку луковицы. Думаю, мало об этом кто знал. Можно не тратить так деньги на модные всякие гаджеты для ухода за грилем. Просто разрезать пополам крупную головку репчатого лука, наколоть ее на вилку и протереть решетку. Фишка в том, что луковый сок, он имеет довольно эффективную силу в борьбе с жиром и добавляет легкий аромат, который как раз не испортит вкус мяса или других продуктов. Нужно будет запомнить этот лайфхак. А есть еще что-нибудь? Есть еще один небольшой так совет. Это можно добавить к углям, приправы, травки, каких-нибудь специй. Это передаст запах, вкус легкий, такую дымку, горечь приятную от трав на само мясо. Вообще идеально добавлять розмарин, чабрец. Можно базилик положить, шалфей. Или какую-нибудь молодую веточку ели. Слушай, ну я тебе скажу так. У меня всегда была проблема и больше не сама жарка и на чем жарить, а как замариновать. Я в этом не спец. Быть может, ты мне что-то сможешь подсказать. Может быть, у тебя какой-то опыт в этом есть. Знаешь, вот прям от и до я никогда сама шашлык не мариновала, но всегда видела, как это делается у меня в семье. Как выяснилось, у нас даже есть некий такой семейный рецепт. И если ты хочешь, я могу им с тобой поделиться. Слушай, даже интересно, я уже готов записывать. У нас в семье никто не любит классические рецепты маринадов, поэтому мы привыкли немножечко экзотики выносить. Есть так называемый мятный шашлык. Ты когда-нибудь что-нибудь про подобное слышал? Нет, слушай, первый раз слышу. Рецепт, на самом деле, очень-очень простой. Тебе нужно примерно полкило лука, три пучка мяты, соль и специй немножечко. И просто мы замешиваем это все в одно? Или нужно что-то добавлять, там, кефир, может быть, минералка или как? Нет, здесь тебе не нужна никакая абсолютно жидкость. Ты просто посыпаешь мясо специями, хорошенечко перемешиваешь, выкладываешь мясо в какую-то тарелочку и сверху засыпаешь его мятой. А после этого ты кладешь нарезанный колечками лук и оставляешь это все, там, ну, часа на три-четыре. Слушай, интересный рецепт. Нужно будет как-нибудь попробовать, как раз, думаю, то, что на майских можно будет это сделать. У меня другой вопрос. Мы разобрались, как его мариновать, какое лучше мясо, да, использовать. Ну, больше говядину, наверное, баранину. А вот для тебя что предпочтительнее? Вообще, как любая девушка, которая следит за своей фигурой, я отдаю предпочтение курице индейке. Но именно вот в этом рецепте, который я тебе рассказала, отлично заходит свинина. Слушай, интересно, а овощи, ты вообще как к ним относишься? Жаришь, не жаришь? Ну, вообще, я признаю овощи только в свежем виде или гриль. Слушай, а вот жарить на мангале, а как ты это делаешь? Потому что у меня, когда я делаю шампуры с овощами, у меня почему-то всегда подгорают. Возможно, из-за того, что мясо дольше доходит, а овощи быстрее. Расскажи твой секрет в чем? У меня тоже на эту тему есть небольшой лайфхак. Нужно взять не обычные шампуры, а деревянные шпажечки. Слушай, они же сгорят. А их нужно перед этим тщательно вымочить в воде. Ты берешь просто эту шпажку, замачиваешь в воде, оставляешь на час, ну, чуть больше, может быть. Ты насаживаешь овощи и отправляешь на мангал. Палочка изнутри высыхает, а овощи доходят до идеальной просто консистенции. Надо будет попробовать, поэкспериментировать. Спасибо тебе, это такой дельный совет. Мы сидим, поговорим. Слушай, Жень, вот мы с тобой сейчас сидели, так вкусно общались о шашлыке. И, честно говоря, душа требует шашлыков. Может быть, пойдем прогуляемся до кафе? Я знаю несколько мест, где у нас готовят вкусный шашлык. Да, я не против, только за. Можно как раз устроить такой легкий перерыв на обед и поесть вкуснейшего шашлыка. Кстати, а что за места? Расскажи подробнее. Есть у меня на эту тему один небольшой гайд под названием «Специальный репортаж о Щелковском телевидении». Наша корреспондент Женя Корытько собрала самые вкусные места города, рассказала, где можно купить вкусный шашлык и, самое главное, что и как готовить. Что ж, дорогие друзья, думаю, на этом пора заканчивать, потому что живот у меня бурлит уже с такой силой, что скоро моего голоса будет не слышно. Вот, а с вами в студии были Катерина Куцева и Евгений Михайлов. Всем хороших майских праздников! До встречи на следующем подкасте! Покрутим темы, обсудим жареное, как друзья и соседи. Посидим, поговорим!